Сегодня вроде 10 сентября уже, 10 октября выезжаем, то есть мы 10, получается ровно один месяц. Ты когда думаешь выезжать? Выкопаем, наверное, после праздника. Как раз до праздника, там понедельник, когда заранее тебя, чтобы как-то отвезти. Ну с Сергеем, наверное, или как? А? Или с Сергеем, или автобусом, или как? Я на том, что вчера они сказали, что Алексей когда поехал, там едва проехал, там дождь был сильный на пути. Чего у тебя? Ну мы вчера отправили Валерию Сутармину приглашение, ну как, видео уже я записал. Он пишет, тронут брат. Как? Тронут брат, пишет, тронут, ну улыбку. А что такое тронут? Тронут, тронут, ну тронут. Да, тронут, я не расслышал. У меня 17-го суд по детям пишет. Суд по детям 17-го. У него же она не дает тоже с ним видеться. 19-го отъезд на праздник девства. Это уже все, это как засыпало, уже не вылезет. Поклон передай. Надо бы, конечно. Вот это вот не свобода ваша, у меня никогда не было, я ни одного дня на земле не жил, чтобы быть не свободным. Я живу в такой удивительной свободе, которой удивляются самые высокие люди. Я делаю то, что нравится. И у меня никогда не было. Вот если бы не это, а если бы не это, а вот у меня времени нет. А я там обещал приехать. Никогда не было, я никогда не обещаю. Если Богу угодно, будь живы будем, то сделаем. А я бежу по обстановке. Приехал туда на один день, а уехал через год. Обстановка. Я молился об этом. Они так, что я сказал. А я вот, ну не знаю, как-то никогда не получалось так. А что вы скажете, вот суд по детям? Зачем ему это? Ну, вот вы, Игнать Ильич, у вас же какая позиция? Вот если детей, жена не дает, то что мужику-то делать? Ничего, ничего не делать мужику. Работать и молиться. У нас в общине такой был. Он сейчас есть, но он не член общины. Ну, ходит нормально, все у него. И за ним моя внучка, племянница. Я знаю подробности все. Она у меня живет на квартире. Племянница моей родной сестры. Татьяна Тихоновна, дочка. Мы помогли ей устроиться, учиться в училище, на портную. У нее все идет нормально. Я обычно, если вещь оттемняется, я заперся уже никому не открываю. А зачем? Живу почти на центральной улице. Мне делать там, мне все дела сделать, заперся. И бесполезно. Бывает так, что стучится кто-то. Кто одна пришла? Да я принесла там огурсовку. А кто просил? Я решила, а где ты днем была? Она обиделась, это не выскажешь как. Даже из общины потом ушла. Пришло время. А вы только. Остальное ты от себя придумываешь-то. Я тебя днем-то рад приветить. Ты, Люба. Ну что ты придумаешь? Я пришла, я такую дать шла. Ты в городе живешь. Зачем ты пришла, когда стемнялось? У меня кто в гостях, я ему говорю, вот еще сейчас до заката солнца. Ты должен домой прийти, чтобы солнце коснулось горизонта, а ты порога дома своего. Я тебя не выпущу от себя, если ты не поняла этого. И сейчас задержишься. Я дверь закру, ключ в карман и все. У меня ночеваешь. А утром я отправлю. А у меня вот такой же, как ты. Да я тут рядом, только сейчас через этот вот миломаслозавод и туда. Леша, сиди. Пошел. На следующий день приходит. Я гляжу лица не на меня. У меня остановили двое с ножами. Разделили. Как я плакал. Я просил там ради детей хоть это, то другое-то. А у него ничего не было. Яблоко моего. Куда же там по забору? И все. Он сейчас пишет мне. Матюшин, фамилия его. Ну я же тебе говорил не ходить. Говорил, пускал. Да. Зачем ты пошел? Я тебя не выпускал. У меня вместо... Ну... Как это называется? Называется... Эконом. Там два дома все-таки. Одна. Егоренко. Девящая фамилия Тогвеева. Матюша Павловна. Очень хорошая женщина. Очень. Такая отзывчивая. Все постарается сделать. Я при ней вообще заботы никакой не имел. Она по заводам везде. Гуманитарные горшки вот эти начнет. Она все выпросила где-то. А там люди везде меня знают. И так вы от него. От Лапкина-то вы. И однажды она задержалась. Я прошу остаться. Утром все равно в церковь идти. Зачем тебе идти дома? У нас постель есть. Нет, я пойду. Что-то там сын там. Ну то есть мелочность какая-то шла. На дороге поскользнулась. На остановке. И упала. Упала. Видимо сломала руку. Еще начался враг. И умерла. Да сколько она потом говорила. Вы же меня удержали. Я говорю умолял чуть не на коленях. Не езди. Не езди. Не езди. Нет. Вы не слушаетесь. А зря. У меня были примеры абсолютного послушания. Потому что ее муж когда-то выгнула. Она осталась одна. И она к нам прилипла. Она из подпольной были. ИПХ. Баклана Антонина Георгиевна. И вот она услышала от нас. И приняла. И в церковь вошла. Их монашеские звания. Местный архиерей был. Дакуйкин. Дедион. Архиепископ Новосибирский Парнавовский утвердил их. Их тогда 32 человека пришло сразу у меня. 32. Подпольщиков. Получили паспорта. Детей отправили в школу. А то они это не имели. Там КГБ вокруг меня прямо так вот. А там вот такие где Лыковы. Да мы можем помочь вам туда забросить. Чтобы вы среди них потрудились. Я говорю. И все. Да вы что. Да кого вы нас считаете. То есть. Интересы которые церковь совпали полностью с интересами государства. Что люди вышли из подполья. А они хорошие люди эти. Я тебе говорю. И вот она ей куда-то надо поехать. Она на работу ко мне придет. Пришла. Наставник. Я хотела. Вот съездить в Тарменку. Я говорю. Ты же недавно была. Нет нет я ничего нет. Я пошел домой. Я просто узнать хотела. У нее забота была. Чтобы не огорчить. Как она бывает у нас что-то не Лады. Надежда Васильевна это. И она ей только отдельно скажет. Что вы меня не огорчите. Что она ей выговорит. Да разве же можно так разговаривать с мужем. Она ни разу. Никогда. Нигде. Не была на стороне. Какой-то. Вот я ее взял с собой. Ей 75 лет. А мне 50. Мы настолько были с ней близки. Куда бы ни поехал. Я ее беру с собой. Ее адвентисты седьмого дня сильно полюбили. И решили денег дать. Ей там собрали видно. И деньги дают. Я говорю. И куда я деньги эти. Как куда. Вы же. У вас еще нету. Как мы узнали о вас. Она говорит. Нет. А куда я после этого пойду. Деньги возьму. Как куда. Ну. Сыгнать им. Она сказала. Если хоть рубль дорогой возьмешь. Откаустся. Поездка кончилась твоя. Иди домой. Понятно. Она ни разу. Нигде. И когда меня судили. А судить. Прослушать пленки. Две с половиной тысячи часов. И только один человек. Она полностью прослушала. Все что я насчитал. И златоустые. И жития. И я ни разу не видел спящей. Она то веретежкой там крутит. Эту пряжу какую-то. То или эти лестерки делает. То свечи льет. То церковное все. Вот как. И Бог наградил меня такими людьми. Абсолютное полное послушание. Она буквально говорится. По движению ресничек угадала. И Бог давал такую пронзительность. Вот приезжает жениться. И специально спрашивает меня. Подходит или нет. Мать направила. Я к ней направляю. Она через несколько минут выходит. Кого направили. Они совершенно разные. И все. Разошлись. Девушка послушала. А теперь матушка. Я тебе это говорю для пользы. Вот он сказал. Надо ему дети. Не надо. А он пойдет на суд. У нас есть такие. Которые ходили. Судились. Вот этот самый. Отдай отдельно. Оторги. Опять можешь. Видишь как у тебя. Ты же видишь что она уронила. На. Отдай ей. Иди. И она любит туда лазить. Пожалуйста. Видишь какое мое отношение. Кошке понравился ящик. Я его открыл. Она глядела. И больше ушла не будет. Понял. Котенок даже сегодня ползает где-то. И тот у меня нашел на ногах. Пригрелся маленький. А глаза только открылись. И вот этот Вадим начал судиться. Пришли ко мне. Тут его дядя. Его мама. Пленка есть. Они. Это. Она даже как раз большая так. Долго беседовали. Татьяна Кузьминишина. И вот мы беседуем. Я говорю. Сейчас ты подашь на суд. А суд-то тебе не вырешит ничего. Потому что за тобой чистится что-то. А он знает все. Я не называю. Так. Не надо в суд подавать. Нет. Мать говорит решить. А мать такая непокоривая. Нет. Мы обязательно вроде. Я говорю. Суд вырешит не вашу пользу. Вы даете обещание, что больше никогда в суд подавать не будете. Суд вам не вырешит ребятишек. А у него не знаю. Трое или четверо. Ты согласен или нет? Согласен. А если бы жена к тебе сейчас вернулась и принял бы ее? Принял. А она уже вышла замуж. Прелюбодейка. Это племянница. Я говорю. А как вы ее получили то? Она у меня учится в училище. У меня запертая квартира. Вечером никуда не выхожу. А тут я выхожу в потемках. Иду на остановку. Встречать. Она только выходит из училища. И трамвай. И трамвай заворачивает к нам. Пятерочка. Я ее встречаю. Идем домой. Я никогда не выхожу. А тут я выхожу. А он что делает? Приходит раньше. Она пропускает урок в училище. Он ее катает на машине. Потом знает, когда дядя выйдет встречать. Он ее где-то сажает там. Я их встречаю. Знать еще не знают. А они меня обходят. Наконец объявляется, что надо им быть вместе. Там где-то это сочетание. Какое я не знаю. Кто их венчал. Как было. С чем закончилось. Я говорю как. Да мы думали такие дяди у них. По дяде решать они. Так если она дяди обманывает. Как ты могла тогда довериться ей-то? Ты, мать. Ты свела их. Свела-то ты. Они подают в суд. А я говорю. Ночью иду. Встречаю. Там. У них физкультура. Надо в штанах. А надо. Я говорю. Нет. Только в юбке. Я иду к начальнику училища. И он разрешает ей быть в юбке. Ну. Урок физкультуры там. Который идет. Я хожу. Да. Что я делаю это для нее? Она у меня живет бесплатно. И об этом речи даже нету. И она меня обманывает. Я ее встречаю. Я говорю. Вы ее избрали. Вы выкрали ее. Выкрали у меня. Теперь. Люби. Нашла, говорит, без отца. Люби молодца. Они подают в суд. Суд им ничего не вырешивает. Они продолжают дальше. Вы же давали обещание. Вот на ролике записано. Что все. Суды прекратились. Ребенка ему не отдадут. И причина есть на это. Он в компьютере играет. Все деньги проиграл. Еще нет как ты. Ничего нету. А детей надо кормить. Алименты у него еще нету. Вот как. Поэтому не надо. Не надо. Сложилось так. Ты ее расположи. Я тебе рассказываю. Вот священник. У него получилось так, что с женой развелись. Он сразу сказал. Суд сколько присудил алименты. Тогда деньги другие были. 50 рублей. Там, кажется, одна дочь у него. Я буду платить каждый месяц 70 рублей. Без всяких этих. И он ни разу не обманул. Потом стал священником. Бывший военный следователь ВГБ. Понятно? Пришел тут. Вот каких людей я знаю. Я могу назвать адреса. Я уже не раз его называл. Иди к нему. Спроси. Суровый человек. Пришел к Богу. С каким опытом огромным. И он употребил это все в деле строения церкви. И здесь. А он будет решительным. Отказываясь судиться. Я буду молиться. И Господь, если угодно ему. Он вернет детей. Я не достоин. Ты ему успей. Это передать еще неделю. Скажи. Не надо праздник. Это выдумка лживая. Обманная. Не от Бога. Это не надо. За детей судиться не надо. Ты свободен. И так приезжай. Я его не знаю. Я вот записываю. Отправить. Ну это я не знаю. Записывать. Я не знаю про эти ваши штучки. Я только прошу, чтобы он приехал. А дальше будет некогда. Никаких праздников. Вот эти. Которые девства там. Горшины. Горы. Все это фишка. Пустышка. Ничего нету. Страна разврата. Империя зла и лжи. Как Рейган еще сказал. Вот. Весь ответ. Считай. Что там еще есть? Ну. Все. Я прочитал еще раз. Тронут брат. Семнадцатого суд по детям. Девятнадцатого ты есть на праздник девства. Поклон передай. Надо бы конечно. Надо бы вот ответить. Послать немедленно. Скажи. Не надо судиться. Не надо. Ничего это не даст. Сейчас. Суд наоборот утвердит. И тогда. Ты сейчас хоть сейчас придешь. Тебе иногда где-то как-то свидание. А суд утвердит. Ничего не будет вообще. Тогда она будет опираться на суд. Она это задушит. Решение-то суда уже будет. Я решил повторно сейчас подать в суд. Куда-то здесь. Недавно было. А у нас следователь свой. Свой. Бывший следователь по особо важным государственным преступлениям Крайовой прокуратуры. С красным дипломом. К слову сказать. Зять мой. Теперь он какой-то компанией там займет. Даже что-то. Не знаю. И. Не надо. И он мне сказал. Не подавайте. Когда будет решение суда. Тогда. А оно будет. Поехать. И тогда вообще нигде не будет. Решение суда вынесли. Все. А так нет. Они мне вернули документы. Что у меня нет высшего юридического образования. И я послушался. А то. У нас как-то там. Ну. Людей как. Молятся когда. И. Вроде бы форточки нельзя открыть. А можно сделать? Да нет. Игнатий бесполезно. Говорит. Вентилятор решили поставить. Ну. Когда разобрали все. Я говорю. Так. Где будете ставить? В окно? Как? Нет. Отдельно. Ставьте. Как? Разрешили? Я говорю. Да вы сейчас только говорили, что я не разрешу. Вот у них праздник был. Разрешил. Так. Почему? Нужно быть подвижным. В этом вопросе не надо наставить на сру. Только сделайте так, чтобы хуже не было. Чтобы ничего не рассыпалось. Я тебе хотел сказать. Вот вчера ты говоришь. Видел? Один человек стоит. Правую руку когда делает. По перечину креста. И не доносит. Вот. Так. Второй. На службе там опирался на подоконник. Во-первых. Опирался на подоконник. Он во время. Когда проповедь была. Или считали там что-то. Это не моление было. Это первое. А второй. Я тебе сразу сказал. Иди и скажи нет. Ты не пошел сразу. Не пошел. Пришел. Машины уже нет. Он уехал. А второй идет. Он говорит. Трука у него там сломана. Или что-то было. Он на него не может подвернуть. Все. И твои суждения. Рассуждения. Обсуждения. Тоже ничего не дали. Неправильно. Надо на месте узнавать. А почему у вас сейчас. Об отце Владимире Головине так говорят. И. А вы. А что я. Я молюсь. Я ни одного слова не сказал против него. Мне не известно. А что говорят его враги. На него. Гуру там то другое. Это эти же самые новопашины. Эти дворкины. Говорили против меня. Это у них копирка. Они копию снимают и все. Как я могу говорить. Они меня избили сколько. А как вы. Ну я ответил. А дальше молюсь и все. И за дворкина. И за всех. Вот так. Я учел интересы кошки. Она подошла. Уже не прыгает. Почему? Она смотрит. Где там мышь. Моя хозяйка. Вот она пришла. Видишь сколько мы сегодня утром. Пиши ему немедленно. Скажи. Не нужно суда. И не нужно вот этой выдуманной даты праздника девственников. Нет девственников. Ты должен научить младенцев в люльке крещать. Мы за. Других нету. Сегодня они уже там самых малолетних вовлекают в эту индустрию. Все у меня? Угу. Все? Угу. Угу. Все сейчас. Что у тебя есть сказать? Тот мне скажи сегодня. Вот я прихожу когда утром. Володя работает. На кухне. Он готовит пить там. Есть. Чай. Компот там все. А ты стоишь. Стоишь. Видно скучаешь. Под столом стоят уже ведро. Наполненное жидкостью. Слип. И. Ну твердые там. Корки арбузные. Перед глазами. Притом нигде-то. И инструкцию какую давать. Каждый день был во всем. Почему ты не вынес? А я уже разделся. Раздевши в одной рубашке. Выскочил на улицу дождь. И дождь. Я вылил. И все. Меньше минуты. Почему ты это не сделал? Притом я тебе все время долблю. Неприятный вопрос. Правда? Ну да. Да. Ну перед глазами. Этот бегает туда-сюда. Этот стоит. Ждет. Когда ему в рот положат. Дальше. Я показываю. А когда с правой стороны тебе руку только протянуть. Яблоки которые я подобрал. Под яблони. Падаются. И они быстро загнивают. Я сейчас взял. Вырезал. Уже свободно поел. Почему ты это не сделал? Какая инструкция? Перед тобой лежит чашка. Яблоки любим все. Ты в это время перебрал бы их все. Почему? Дальше. Утром морковка. Вечером. Вчера спрашиваю. Нету. И ты знаешь где она. И уже копав. Стоишь. Утром сегодня 4.40 встали. А я пришел уже седьмой час. Сходил. Нет не сходил. Морковки нету. Почему? Для своего рта. Так кто виноват? Настя или ты? И она знает. Дать тебе ребенка. А чего ты его научишь то? Я этого не знаю. Валерия Сутармина. Но я просто знаю. Женщина любит чтобы мужчина выглядел. Был при должности. Был при деньгах. Ну и сильный был. Мог заступиться. И однако она говорит. Который обладал всеми этими качествами. В невиданной мере. Был князем страны. Самый сильный в мире человек. Самсон. И она предала его на коленях своих. Что значит женщина? А что? Собака вернее. Тысячу раз вернее. Женщины. Я говорю не о всех женщинах. Чтобы не сказали что жена ненавистник. У меня друзей женщин. Я не знаю. Конца края где-то сколько. И ты сам видишь. Что присылает то один то другой. А в письмах возьми этот новое. Рахиль. Усатая Наталья. Отец. Ты единственный у меня. С Германии. Усатая фамилия. Усатая. Кто подумает. А? Фамилия такая у него. Ну мужу. Не мужу. А когда давали фамилии. Мужик пришел с усами. Его назвали. А теперь девка оказалась под этой фамилией. И куда наденешься? Вчера Виктора поклон передавал. Занятие было по этому. Спасибо Господи помилуй. По скайпу. Занятие было. И он. Вызорил? Он вел. Но он вроде. Как нет. Сергей Егорович Игнатов вел. Он попросил его. А. Ну сейчас. Ну раз свел. Я спрашиваю. У него колики там. У сына. Вопрос тебе. Почему ты утром не вынес это? И никогда. У Володи не спрашиваешь. Что делать? Стоишь. Тумбочкой. Не. Ну я сделал этот салат. Скажу. В оправдание себе. Маленько. Да не надо оправдание. Салат сделал. А потом стал. А потом завис. Завис. Сышка. Компьютер. Неправильно. Это не так. Надо все время искать. Вот мы прочитали. Одну сказку. Братья Бондарева. Заряди. Братья Бондарева. Сказки. Но. Сказки о зверях. Но очень близкие. У медведица два сына. Двойняшки были. Одного звать Миша. Сына. А другого. Спиридон. А мать больше любит Мишу. А Миша опять стоит. Мам. Я не выспался. Спиридон говорит. Уже два часа я работаю. А Мишка. Миша. Да он же больной. Он не может. Ты посмотри на него. Он лежит толстый. Такой. Ну вот так. Спиридон. Болеет Миша-то наверное. Лежит под одеялом. Мужик. Одиннадцать часов он все лежит. Ты бы меду достал. Мам. Да пчелы жалятся. Сынок. Ты приди. Когда стемняется. Иди. Пойди покажу. Она показала. Теперь он лазит. И мед достает. И вот пришло время жениться. А Спири говорит. Он все переделает. И опять ходит. Мам. А что бы такое еще сделать. У него уже. И меня Спири прозвали в семье. Спири этот. Никому покоя не дает. Он сам говорит. Все время при работе. Вот так. И он говорит. И жиму нашел такое. Лежи в боку. И теперь только еще. Жена. Ты не знаешь Настя. Кому мы пойдем в гости сегодня. По избу охота. А Спири все на зиму наготовит. Полно. И своей там. Любушки говорит. Вот послушай Сюзанна. А. Кого бы нам пригласить еще. Мы с тебя приглашали. И дятел. И медведь там. Большой. Староста. Леса был. Вот. Все. Всех приглашали. Мирный олень был. Никто никого не тронул. Помнишь. Волка то пригласили. Как мы за вещь боялись. То обошлось. Вот. Кого бы еще нам пригласить. И вот так и повелось. Будь Спирей. И потом. Малые дети у нас. Все меня Спири звали. Приклеили. Какую кличку то. А. Что я сделаю. И вот только глаз. Так же. Положил только гляну. Сейчас вижу. Там бумажка лежит. Приходил не видел. Я ее уберу. Валяется. Другая поближе. Это кошки. Я дам на ней. Третья стоит в ведро. Для чего она там стоит. Не знаю. То есть. Охваты зрения должно быть. Почему? Теперь я вот сколько на меня напали. Я никому не отвечаю. Сегодня в роликах столько матершины было. На меня. Со всех сторон сатана напустил. А я радуюсь. Радуйтесь и веселитесь. Ибо велика ваша награда на небесах. Когда имя принесут как негодное. То есть из-за чего на меня злятся то. Как на христианина. А вот вы придумали то другое. Тут ролик один поставили. Один атеист видимо сделал то. И. Как они. Парень с девушкой идут. И. Проповедует. Как бы о Боге. Но они говорят не о Боге. А так. А вы оба хорошо одеты. Она в юбочке. И. Стучат в дверь. Мужчина открыл. Что вам надо. А они начинают говорить. А вот. Мы говорим. Вот такой. Есть. Такой. Называют. Ершент. Вот. Его нужно в жопу поцеловать. И он вам даст миллион. А кто не поцелует. Он ему. Из него все дерьмо вытрясет. И они. Да. Кто он такой этот. Ершент. Ну. Ну. Где он. Там доказал. Что они его никто не видели. Но. Миллион. Хоть кто-то получил. Миллион. Никто не получил. А когда. А для этого нужно город покинуть. На город покинул место. Наша мама. Говорит. Всю жизнь его. Говорит. Салобала в жопу. Говорит. А потом ее отозвали в другой город. А оттуда. Говорит. Говорит. Миллион. Ну. Там написано. А то велопит. Над нами верующие не смеются. Ой-ой-ой. Они придумывают как. А да знаем. 16 глава. Евангелия от Лукиеварь. И будучи в муках. Понял глаза свои. И увидел удалей. Из этого города отозванный. Где он. Связь то есть. Абраама. И лазая на лоне его. А то говорит. Никто из этого города не возвращается. Возвращаются. многие воскресли и явились во святые град но я и ладно я туда пришел из этого города не миллион надо не сми у соса что небесное дарвиться а четырехдневный лазарь он епископом был ну потом потом вот этого не был нет потом поздно так считается так это правда но если оговорятся в житие то это правда и мощи там где-то его на и вот они говорят порешили уже убить и лазаря ибо за него многие обращались и его попутно убрать тогдашнее кгб или создать гестапо чтоб кгб не обиделась вот так видишь сколько мы сегодня за день а если валерий подумает что то чего не тут не втирают но не знаю я не могу это сказать я просто ему меня спросили что делать я ответил на его месте как бы чужую беду руками разведут в первую очередь вы сами довели до этого не знали там зачем тебе это нужно было ты видел какая она есть наживал детей молился попросил супруга давай жить вместе как раз с сестрой не касаться друг друга этого бы не было элементов не было а потом оба подали монастырь и все я не на за монастырь я просто говорю по одиночеству и жить такие жития прославляется димитрий ростовский и здесь так же самое я говорю то что каждый день сообщаю с этим судиться не надо потому что здесь на кону стоит не авторитета ничего нету просто доверяемся неверующим людям суде неверующие и она будет на ту сторону может быть сама получает алименты судья договорить не надо она тебе прихлопнет какое свидание тебе фанатики сектанты верите ки все у меня богу славы садимся за стол скорее картошку копать надо чё включая или чё чё чё